Павел Бегичев В Израиле обострение военного конфликта и я не военный и не политический обозреватель, я священнослужитель, поэтому мне абсолютно не важно, кто там прав, а кто виноват. И я не собираюсь разбираться, кто первый начал. И я не собираюсь вставать на какую-либо сторону, потому что сказано одно, просите мира Иерусалиму. Дай Боже мир, война это мерзость, не нужно, чтобы люди воевали. И моя молитва только о том, чтобы больше никто там не погиб, чтобы военный конфликт сменился миром. Война это мерзость. И это все, что я хочу сказать по этому поводу, хотя меня это очень задевает заживо. Всех нас всколыхнуло вот это очередное, уже к сожалению очередное, убийство в школе сошедшим с ума подростком. У меня, правда, не особо много слов по этому поводу, потому что я пытаюсь поставить себя на место родителей, у которых погибли дети. И у меня просто пропадают слова, у меня подступает ком к горлу. И как только я даже представляю себя на месте родителей этого парня, который совершил убийство, у меня тоже подступает ком к горлу. Потому что, ну не дай бог, вот такое произойдет. И поэтому даже в словах официального соболезнования я не мог ничего особенно написать, кроме того, что мы молимся о невинно убиенных. Разумеется, мы молимся и о раненых. Разумеется, мы молимся о всех, кого затронула эта история. Это ужасно и не дай бог никому. Ну, а какие тут еще слова скажешь? Сейчас много глупостей будет сказано, написано, сделано в связи с этим. Будут там говорить о запрете оружия. Это все, конечно, ерунда. Запретят оружие. Те, кто захочет убивать, будут делать кустарное оружие. Фильм «Брат» и «Брат-2», пожалуйста, дают всякого рода даже инструкции по этому поводу. Или будут резать кухонными ножами, рубить бытовыми топорами плотницкими, например. Да это 100% не решит проблему. И самое ужасное, что сейчас будут говорить о том, а как можно предотвратить подобные преступления. Ну, практически никак нельзя их предотвратить. Как ты узнаешь? Человек сходит с ума практически очень быстро. И мы видим, что даже вот у этого парня, оказывается, диагностировали заболевание мозга. Но все равно он оставался тихим и неприметным человеком. А потом вдруг все сорвалось с катушек. И сейчас парень в полиции, его пытаются допрашивать. А ведет он себя, по сообщению журналистов, неадекватно. И психиатры не знают, что делать. И полицейские не знают, что делать. Не взоров тут же вылез с диагнозом паранойя религиоза. Дескать, вот, надо религию запретить. Тогда-то у нас настанет золотой век. Как будто мы не проходили уже государство с тотальным запретом на религию. Вот тот и был золотой век с подвалами НКВД. И мне странно, что еще никто, даже из религиозных лидеров, не сказал. Во всяком случае, я не слышал. И не читал, что это очень похоже на одержимость. Парень ведет себя абсолютно, как одержимый бесами. Бился богом, б***ь. Просто осознал я это. Осознал я это не сразу, б***ь. Месяца два назад я это осознал. А в летнем у меня начал пробуждаться монстр, б***ь. Я на б***ь у всех начал б***ь ненавидеть, б***ь, конкретно. Я всегда на б***ь у всех ненавидеть, б***ь. Но я еще больше, б***ь, начал ненавидеть, б***ь. Понятно, что надо еще провести сначала психиатрическую экспертизу. Если она зайдет в тупик, а судя по всему, она заходит в тупик, тут уже нужно приглашать опытного священнослужителя. Скептики и либералы от богословия в этом месте должны презрительно скривить губки. Но независимо от мышечного напряжения их губных мышц, я должен вам сказать открыто, бесы существуют в реальности. Демоны это ужасающая реальность нашего мира, хотя и невидимая нашими глазами, и вообще неосезаемая подчас нашими органами чувств. Ну, до тех пор, пока они себя не обнаружат вот таким ужасным образом. И безбожие нынешнего мира, мода на безбожие, конечно же, не проходит бесследно. Это правда, это факт. Популярность атеизма среди подростков приводит к религиозному суррогату. Родители этого, мальчишки, говорят, он не был религиозным. Ну, это означает, что он был, ну, вот как все. Сейчас модно подшучивать над религией в молодежной среде, модно быть атеистом, модно увлекаться Докинзом, быть эдаким Чайлд Гарольдом, эдаким Байроном, эдаким Нигилистом Базаровым и так далее. Это приводит к различного рода религиозным суррогатам, это тоже правда. Отвергнув бога по наущению дьявола, человек начинает мнить богом самого себя. Ребята, это классика, начиная с искушения в Эдемском саду. И либеральное богословие, отрицающее реальность демонов и вечных мучений, кстати, да, сталкиваясь с реальными проявлениями бесов, не знает, как реагировать и бормочет про запрет на продажу оружия. А бесы будут творить свое кухонными ножами, топорами, голыми руками, несчастных своих марионеток, умами и волей которых они овладели вполне. И в связи с этим беспомощными выглядят наши попытки человеческого урегулирования этой ситуации. И вот обычный житель Казани вдруг понял, что вечные мучения обязательно должны быть. А вы можете вам прокомментировать в прессе, почему решили высказать таким образом свое мнение? Ком. Эта гнида должна жить вечно и мучиться. Потому что самое дорогое у людей из правды. Ну и правда, сказочки об Апокатастасисе, о всеобщем спасении моментально уходят из сознания человека, как только человек сталкивается с настоящим беспримесным злом в лице демонических проявлений. Повторюсь, я постоянно ставлю себя на место несчастных родителей, которые утром еще собрали ребенка в школу, сказали что-нибудь обычное родительское. Ну давай, покажи знания, благословит тебя Бог, а в обед ты уже узнал, что твоего ребенка больше нет. Я просто чернею от сострадания и от горя, когда вот это себе представляю. А убийца будет сидеть пожизненно, да и то, скорее всего, не в тюрьме, а в дурке. Но Бог однажды все расставит по местам, и его действительно ждут вечные мучения, если он не раскается. И говорю это я не с чувством злорадства и не вот с этим фарисейским потрясанием руками по делам, а с чувством огромной жалости каждому человеку, который сегодня обманут либеральным богословием, которое недалеко ушло от безбожия. И все человеческие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем здесь будут тщетны и бессильны. Потому что мы имеем дело с древним злом, с демонами, с самим дьяволом. У него огромный опыт, он человек-убийца от начала, он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И разумеется, помочь в этой ситуации может только Иисус Христос. И чем быстрее все это поймут, тем будет лучше. В минувший четверг церковь Сэддлбэк Чёрч Рика Уоррона назвала исторической ночью. Рукоположили первых женщин-пасторов. Ну что ж, Рик Уоррон, он ведь действительно баптист. Член Южной Баптистской Конвенции. Это самое консервативное баптистское объединение в США. Вообще, ЮБК довольно-таки такая резкая организация, они должны бы исключить Рика Уоррона и Сэддлбэк из числа своих членов. Ну, правда, тут вмешаются, как всегда, деньги. Все-таки Сэддлбэк очень-очень-очень-очень богатая церковь. И здесь, может быть, кто-то и захочет спустить это дело на тормозах. Но, что и требовалось доказать, американские баптисты сдулись и уже рукополагают женщин. Держались, держались и не удержались. Ну, скорблю по этому поводу. Лютеране тоже решили не отставать. Они-то женщин уже давно рукополагают и даже не считают это чем-то плохим или зазорным. Уже и венчают геев давно. Ну, либеральные лютеране, естественно. Есть и консервативные лютеране. А вот американские лютеране в своем репертуаре и избрали трансгендера. Вот тебе и пожалуйста. Собственно говоря, это то, что ждет всех либералов рано или поздно. Ну, сначала рукоположили женщин. Потом обязательно будут венчать гей-браки. Потом будут рукополагать трансгендеров. А потом вообще скажут. Да, ребята, грехов никаких не существует. А Библия это такая восточная сказочка на ночь. Бог есть любовь. Давайте все друг друга любить. Поэтому если кто-то не будет разделять наши ценности, мы во имя любви и мира на земле этих людей просто убьем. Вот, собственно говоря, и все. И вся эта новая этика с чудовищной жестокостью. Все вот эти вот БЛМ, прокатившиеся массовыми беспорядками по США, это красноречиво доказывают. И после этого вы мне еще будете говорить, что богословский либерализм – это просто безобидное течение в крестьянстве, которое нас всех спасет. Не смешите мою беретту, пожалуйста. Но самые ужасные вещи, которые меня не то что задели за живое, а прямо так вот сильно толкнули, что я до сих пор нахожусь в шоке, это вести из Германии и, собственно говоря, из Римокатолической церкви. Германские католики анонсировали с 10 мая, значит, под таким ником «Любовь побеждает», богослужения с благословением однополых пар. И эти богослужения состоялись. И я ждал, ждал и ждал официальной реакции Ватикана, реакции российских католических епископов, реакции российских католических служителей. Не дождался. Вчера выступил с официальным заявлением, и даже на свое официальное заявление не дождался никакой реакции. Ну, что ж, видимо, решили спустить дело на тормозах. Только в фейсбучной группе «Правда и мифы о католической церкви» перепостили некоего Кирилла из Петербурга, который пишет, что «Ой, гора родила мышь», ну, я так своими словами пересказываю, дескать, раскол не случился и никогда не случится. Типа, германские католики запланировали, конечно, все вот это, но вышел пшик. В Германии 25 миллионов католиков, практикующих ежевоскресное посещение мессы, 7 миллионов, 7-8 миллионов, а петицию подписало всего 2000 человек. И богослужения-то эти прошли почти в 100 храмах. Я, кстати, насчитал 111, ребят. Ну, да ладно. А в католической Германии 40 тысяч храмов, и в этих богослужениях приняли участие 15-20 человек. Ну, не забывайте, кстати, про ковид, про ковидные ограничения. То, что, несмотря на эти ограничения, 15-20 человек собралось в реалии. Это большой успех, на самом деле, ребята. Ну, типа, массовости не случилось, и там YouTube-стримы посмотрело, там 50 человек каждый. А, типа, сколько консервативных католиков проводят свои стримы, и их смотрят, там, тысячи, десятки тысяч людей. Но это все, конечно, хорошо. Типа, недалекие люди заговорили о расколе. Типа, риска, раскола никакого нет. Ну, что ж, пусть я и попал в список недалеких людей, потому что я-то предвижу риск раскола все-таки в РКЦ. Но со мной в этом списке почему-то еще недалеких-то людей с точки зрения Кирилла из Санкт-Петербурга еще кардинал Руини, еще австралийский кардинал Джордж Пелл, английский епископ Портсмусский Филипп Игон и так далее, и так далее. Все эти иерархии рим-католической церкви. Я, кстати, не знаю, в каком сане Кирилл из Санкт-Петербурга. Но вот архиереи рим-католической церкви попали в список недалеких людей, потому что все они говорят о расколе. И посмотрите, вот он официальный сайт этого мероприятия. Ведь здесь не просто они там что-то такое сделали, благословили, типа, любовь. Это люди вырезали открытое непослушание. Посмотрите, они пишут это открыто на сайте. 15 марта 2021 года римская конгрегация веры в очередной раз сказала нет благословению торжеств для однополых пар. Мы не благословляем грех. Это пощечина людям по всему миру. Поэтому и дальше смотри по тексту. Любовь побеждает. Любовь не грех. И вот изображение радужных нитр здесь тут помещается. Знаете что, ребята? Вот вам, пожалуйста, карта Германии с городами, где прошли эти богослужения с благословениями однополых пар. Вам кажется, это мало? Вот список городов, где прошли благословения этих пар. Где и дальше они собираются проводить эти богослужения и благословения однополых пар. И что вам, этого мало? Вот 111 церквей я таких насчитал. Вы скажете, что всего-то храмов почти 40 тысяч, а 111, ну что, это 0,2 процента? А это что, мало что ли? Я не могу понять. 111 таких храмов, это ровно на 111 храмов больше, чем возможно допустить. И если бы завтра хоть один мой священник под моим аммофором заявил о публичном намерении благословить однополые пары, и несмотря на мой запрет подобного действия, все-таки его провел, то он уже в обед был бы запрещен в служении, а я бы выпустил официальное заявление по этому поводу, что мы никакого отношения к этому не имеем. И на этом фоне молчание официальных властей Римно-католической церкви выглядит очень нехорошо. И я думаю, вот смотрите, епископа Римно-католической церкви Дуарта де Кошту в 1945 году запретили в служении после одного интервью в газете о том, что Святой Престол и некоторые католические епископы попустительствовали нацистским преступникам, при том, что это, в общем-то, правда, которую потом пришлось признать все равно. Но тут отреагировали сразу, хотя он был один и в далекой Бразилии. Ну, вот от него идет наше апостольское преемство. А тут более сотни храмов, а в каждом храме не по одному священнику. Ну, давайте представим даже, пусть их по два там будет, да, как минимум по два. Скажем осторожно, более 200 таких священников, скорее всего, их все же больше, проявляют открытое непослушание и бунт, благословляя однополые пары, вопреки указаниям конгрегации доктрины веры, и ничего не происходит. Либералы, которые сегодня говорят, ой, да ничего страшного-то не произошло, как правило, просто очень слабо разбираются в каноническом праве. Вот, епископ Иоанн Пономарев в своем телеграм-канале вчера написал, что все участвующие и одобряющие это действие по нормам канонического права «де-факто отлучены от церкви». Цитирую. «Кто-то может удивиться и спросить, как же так, ведь официального решения Ватикана не было, разве не нужно ждать реакции Рима? На самом деле никакая реакция тут не нужна. Согласно нормам канонического права, это отлучение происходит по заранее вынесенному судебному решению. Следовательно, все те, кто участвовал или одобрял данные действия, уже отлучены». И я, например, тоже вместе с Владыкой Иваном теперь в некой растерянности, если меня кто-то спросит, а в какую церковь можно пойти в Германию католическую, я вынужден дать ему список из этих 111 церквей искать. Только вот в эти не ходите. Так это только те, кто открыто подписался. А сколько еще тайно сочувствующих? Я не знаю. Ведь это люди, де-факто отлученные от церкви. Это больше не церковь Христова. Как вот старокатолики Утрихской Унии. У нас, кстати, есть декларация об утрате ими апостольского преемства. Это больше не церковь Христова. Это какой-то протестантизм, это какой-то либерализм богословский, но это уже не церковь Христова. То есть эти люди отлучены от церкви, извергнуты вон. Все, пока не покаются, они уже де-факто отлучены. И об этом свидетельствует норма канонического права. Да священное писание об этом свидетельствует, ребята. В какие церкви католические мы теперь можем порекомендовать ходить в Германии? Я боюсь, что ни в какие. И вы мне после этого говорите, что да ничего страшного не произошло. Подумайте еще раз. Когда Утрихская Уния запятнала слово старокатолики и стала благословлять однополые пары, а начиналось все, кстати, тоже с рукоположения женщин, с унией, с либеральными англиканами и так далее. Тогда практически сразу была создана альтернатива Всемирный Совет Национальных Католических Церквей, наше старокатолическое консервативное объединение. Утрихт перестал быть церковью. И с этим все согласны, когда говорят, ой, старокатолики Утрихта, да это же не церковь, это же уже фактически там протестанты. Правильно говорят, это не церковь. Но вот вам священники Римской Католической Церкви сделали просто то же самое. И все говорят, ой, да ничего страшного. Никакого раскола нет, ничего не будет такого. Ребята, еще раз подумайте. Я очень люблю Римно-католическую Церковь, хотя мы, будучи консервативными старокатоликами, имеем восточно-православную эклиссиологическую модель. Можно кое о чем спорить с Римно-католической Церковью, не во всем соглашаться с ее иерархами. Но я люблю Римно-католическую Церковь. Я с надеждой смотрю на его святейшество Папу Римского Франциска, хотя его приверженность либеральному богословию все сильно уменьшает мою симпатию к нему. Я очень уважаю его высокопреосвященство архиепископа-метрополита Паула Пецци, других католических епископов и священников, служащих в России. Католического священника отца Артура Ильчика и некогда служившего в Тольятти я вообще считаю подлинно святым человеком. Я всем говорил, пока он еще там служил в Тольятти, что если хотите увидеть настоящего святого, пообщайтесь с отцом Артуром. Пожалуйста. Повторюсь, я очень люблю Римно-католическую Церковь. И тем более мне горько видеть, что там такое происходит с молчаливого одобрения епископата и без какой-либо официальной реакции Ватикана. Вчера я выступил с официальным заявлением по этому поводу, еще раз его тут зачитаю. С глубоким прискорбием мы, как консервативная старокатолическая Церковь, узнаем о том, что некоторых наших братьев во Христе, Рима-католиков, не миновало искушение поддаться модным греховным веяниям мира сего. Вопреки решению Конгрегации доктрины веры Ватикана, опубликованному 15 марта сего года, запрещающему католическим священнослужителям благословлять однополые союзы, католические священнослужители Германии открыто заявили о своем несогласии с этим решением. Начиная с 10 мая во многих городах Германии прошли религиозные церемонии, на которых священнослужители благословляли гомосексуальные пары. Церемонии прошли с молчаливого согласия германского епископата РКЦ, и по сей день мы не видим официальной реакции Ватикана на этот факт вопиющего непослушания и нарушения заповедей божьих со стороны германских священнослужителей. От имени клириков и мирян консервативных церквей, входящих в церковную провинцию святого Михаила Архангела, Всемирного Совета Национальных Католических Церквей WCNCC. Мы выражаем нашу скорбь по этому поводу и заявляем, что гомосексуальные союзы, а также благословение однополых пар, безусловно, является грехом, влекущим божье осуждение. Призываем всех верных Господу христиан молиться о ситуации, сложившейся в Риме католической церкви, додаст Господь мудрости Папе Римскому Франциску и консервативным епископам РКЦ проявить твердость и не допустить благословения греховных действий. Конец цитаты. Мне нечего добавить. Ну, надо же, что-то хорошее уже сказать в завершении этой серии. Сегодня мы празднуем Вознесение Господне. А я-то думаю, чего это я спел про городок Тарусу в минувший вторник? Да потому что Вознесение. Господь вознесся, завершая обожение нашей человеческой природы. И мы обязательно будем с ним в его царстве. Если не ослабеем, если не отступим в это либералистическое болото богословское, если не отпадем от его благодати. Закончить нужно на мажорной ноте. Вознесение Господне – это напоминание о его втором пришествии. Господь близко. Ей гряди, Господи Иисусе. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok